Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Раиса Савковна. Я являюсь профессором кафедры технологии лёгопромышленности и дизайна. В траектории вашего обучения предусмотрена дисциплина «Новые материалы в отрасли», которая опирается на базовые знания физики, химии, математики, биологии, физико-химии высокомолекулярных соединений, материаловедения и других. В свою очередь, дисциплина, как элективный курс, имеющий междисциплинарный характер, служит постреквизитом для последующих специальных дисциплин, для выполнения курсовых и дипломных работ и для последующей практической деятельности. Современное общество в целом и современное образование в частности сегодня характеризует новизна, динамичность, разнообразие, креативность. Всего для этого можно достичь при получении необходимых знаний, умений, навыков, обновлённых той информацией, которая формирует современную, профессиональную компетентность, конкурентоспособной личности. Целью изучения данной дисциплины является прослеживание и изучение эволюционных и революционных преобразований процессов сегодняшнего и ближайшего будущего, в области получения и применения новых материалов. Учитывая то, что в структуре любого материала, в том числе и текстильных, всё взаимосвязано, волокно, нить, структура, последовательность технологических операций, отделка и цвет, товарный гель, то последовательность технологических операций и многое другое, и всё это новое можно отследить как нюансы разнообразных нововведений в целом швейно-текстильном комплексе, как мы говорим сегодня часто, кластеры. Швейно-текстильный кластер включает все технологические издевения получения готовой швейной продукции. В данном случае швейно-текстильный кластер включает как ведущие текстильную и швейную отрасли. Значит, мотомотивом развития швейно-текстильного кластера, ещё раз повторюсь, выступают швейные и текстильные отрасли, так как выпускают готовую продукцию. Для изучения курса предложены, по курсу предложены все 15 лекций и 15 практических занятий. Темы, цели, задачи, цели и задачи лекционного и практического занятия преследуют следующие общие задачи. Это необходимо изучение основных тенденций расширения и улучшения ассортимента текстильных материалов, изучение перспективных видов нитей в мировом балансе текстильного сырья. В частности, в балансе текстильного сырья ожидается потребление волокон, увеличение потребления волокон в четыре раза. Изучается новая среда производства текстильных материалов, изучение сущности высокотехнологичных материалов, их получения, их поведения. И, в частности, это изучение новых интеллектуальных материалов, наноматериалов. И, конечно же, их применение с точки зрения их национальных качеств. И если перечислить, рассмотреть 15 лекций, то мы видим, что в них рассматриваются тенденции развития современного ассортимента. Рассматриваются особо актуальные волокна, нити и текстильные материалы на их основе нового поколения. И, прежде всего, это волокон из стопроцентно восполняемых природных ресурсов, что весьма актуально сегодня. Ну и, конечно же, на практике изучение позволяет изучить и обобщить их качества, разнообразия, новую свойству, новые свойства материалов нового поколения. И особую лепту вносит здесь наномаука и нанотехнология. Так как сегодня наноматериалы, интеллектуальные материалы, умная текстиль представляет огромный интерес для одежды будущего. В лекционной части рассматриваются инновации именно в системе швейно-текстильного класса. Как я уже говорила, швейно-текстильный класс учитывает все технологические звенья получения готовой продукции. И здесь нововведение можно наблюдать и в сфере получения волокон в сельском хозяйстве, в жилом работе, и в сфере химического производства, получения новых химических волокон и нитей, с привлечением современного оборудования, приборов для получения современных дел. И здесь локомотивом развития выступают, как я уже говорила, текстильные и швейные продукции. Текстильные, вот это мы будем говорить, да, швейные и текстильные промышленности. Таким образом, вот так выглядит схема швейного и текстильного комплекса. Здесь швейные производства, вы будете на выходе, текстильное же производство, текстильное производство, опирается на те, которые дают ему необходимые функциональные качества. И привлекается в данном случае сельское хозяйство живопроводства для получения натурального сырья, химическое производство для получения химических волокон и нитей. Мировой баланс текстильного сырья, значит, также дает нам понимать, что именно в ближайшем будущем идет рост для получения и применения синтетических волокон. В общей доле, в общем объеме это 68%, в то время как натуральный хлопок и шерст, значит, где-то 18%, повышение идет всего лишь на 10%. Очень большое внимание придается целлюлозным материалам, так как они у нас являются сегодня как натуральными, так и те, которые приближены к ним по свойствам, это искусственные, в частности, миграции ростные. Ну и остальные где-то около 5. Во всех случаях, значит, для получения новых материалов мы должны различать понятие инновации, высокая технология и нацветная технология. Высокая технология, будучи наукой, европей технологии, сегодня дает нам возможность использовать их с меньшими затратами времени, сырья, энергии и воды. То есть это инновационная технология, которая использует новые материалы, новые техники и технологии, но при этом, если идет технология наука, с одной стороны, то с другой стороны, бизнес и рынок. И только в этой связи, говоря о новых материалах, мы должны акцент сделать на том, что сегодня используется новая инновационная технология. То есть, когда мы понимаем, что инновация – это проявление двух миров – науки, техники, технологии с одной стороны, рынка, бизнеса с другой стороны. И вот тогда только это у нас как нововведение подключается рынок, мы вот все это называем инновациями, а продукция, в частности, текстильная – инновационными материалами. Особой актуальностью пользуются, как волокна нового поколения, это вибрация и вибрациях, то есть это те, которые получены из существующих природных материалов и считаются экологически безопасной технологией, а продукция – возобновляемая. И в последующих лекциях у нас рассматриваются самые наиболее актуальные нити волокна и другие виды текстильного сырья нового поколения. Американская компания Ducon широко поставляет на рынок такие нити волокна, как Лайкар, Коктейль, Инджео, Лиотсел, Тенцел и другие трупы. Поэтому лекции ознакомят тщательно с получением и использованием материалов нового поколения. На примере того, что вносит нанотехнология, текстильное производство, можно рассмотреть ту продукцию, которая уже используется на рынке. Значит, продукты нано-драй. В данном случае используются преимущества синтетических нитей волокна с теми материалами, которые улучшают их качество. В данном случае преимущество синтетического материала – это стержневая прочная нитя, значит, синтетического волокна. И для улучшения его эргономических свойств, улучшения гигиенических показателей и для удобства пользования потребителю, значит, здесь используется снаружи надежный ассорбент на ананель, который способствует улучшению всех этих свойств. То есть в данном случае улучшается от сомбирующих свойства в результате того, что получается материал с заданными свойствами, то есть мы говорим интеллектуальные материалы. Ну и, как сказано, что примеры полученных материалов свидетельствуют о том, что вклад новации происходит в одной из звеньев швейно-тиксильного кластера. И поэтому для изучения сейчас очень актуальна эта концепция, кластерная концепция швейно-тиксильного кластера. Практические занятия закрепляют, позволяют изучать новые материалы, осуществить вот этот концептуальный подход, значит, пользованием следующей литературы. Для ознакомления с информацией можно, изучая от свыше ино-тиксильного кластера, в периодических изданиях журналах, в частности, очень рекомендуемые триады кластеровых журналов International Textiles для информации о вдохновении, ателье и индустрии модели. К отраслевым журналам, в первую очередь, мы относим текстильную промышленность, швейную промышленность, известный вузов и другие, и также информационные материалы, информационные сайты. Подводя итоги, можно сказать, сегодня возникает вопрос, как правильно выбрать материал, чтобы не разочароваться внеизавтра, что возникает первым, новая идея об одежде или новая ткань? Таким образом, на рубеже веков, с появлением новых, поражающих воображение материалов, моделеры спешат испробовать их в одежде всевозможных форм. И сегодня специалисты работают с материалами различного состава и различного образа, с материалами новых и традиционных структур, с материалами особых видов отделов. Рекомендации в том, чтобы быть в курсе новых материалов и правильным их использованием. Спасибо.